МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. В 2011 году всемирно известный иллюзионист Дэвид Копперфильд вытянул очередной фокус. Больше года ему удавалось скрывать от всего мира свою женитьбу и рождение дочери. Журналисты Нью-Йорк-Пост выяснили, что все это время вместе с молодой супругой, французской фотомоделью Хлоей Гасселен и новорожденной малышкой, волшебник живет на своем личном острове в Карибском море. Интересно, кто же помог Копперфильду разбогатеть и добиться мировой славы? И что заставило его неожиданно прервать блестящую карьеру и исчезнуть? Завеса тайны была приоткрыта в 2007 году, когда в домах и офисах Копперфильда в Сиэтле и Лас-Вегасе агенты ФБР провели обыски. Неожиданно всплыла информация о том, что стать популярным Дэвиду помогло ЦРУ. Но зачем центральной разведке США понадобился фокусник? Секреты фокуса, секреты трюков, секреты магии – это всегда власть. Тандем Факира и разведчика. Такие случаи известны истории иллюзионизма. Знаменитый израильский шоумен Ури Геллер не раз открыто признавался, что сотрудничал со спецслужбой. Говорят, он обучал агентов ЦРУ воздействовать на противника на расстоянии. Что касается высказанных предположений о том, что Копперфильд мог быть агентом ЦРУ, ВБР, я уж не знаю, каких-то там шпионских организаций, то, знаете, мне кажется, что это всё так и останется в области предположений. Копперфильд действительно никогда открыто не заявлял о своём сотрудничестве со спецслужбами. Однако известны некоторые интересные факты, косвенно подтверждающие такую возможность. Три, две, одна. Кто же такой на самом деле Дэвид Копперфильд? Великий маг или агент ЦРУ? Известно, что Копперфильд – это творческий псевдоним. Настоящее имя – Давид Коткин. Родился в Нью-Джерси в семье еврейских эмигрантов из Одессы. Первому трюку с картами его научил Дэд – игрок в преферанс и карточный шулер. После окончания факультета театрального искусства Нью-Йоркского университета Дэвид отправился в Чикаго. В 18 лет он получил главную роль в родвейском мюзикле «Волшебник». Какой-то тогда молодой человек, худой, точный, плохо двигающийся, очень непластичный, демонстрирует американской публике на полном серьезе исчезновение самолета в павильоне огромном. Очевидцы рассказывают, между выступлениями Дэвид спускался в зал и общался со зрителями. Так он начал завоевывать их любовь, а главное – доверие. Знание основ психологии для того, чтобы моментально устанавливать, поддерживать контакт со своими зрителями, мгновенно отзываться на какие-то изменения в программе. Все вот это вот у Дэвида Копперфильда не отнять. Способность начинающего артиста управлять настроением доверчивой публики не осталась без внимания американских спецслужб. Давайте вспомним, когда появился Дэвид Копперфильд. 80-е. Разгар холодной войны между Советским Союзом и Америкой. Обе сверхдержавы делят сферы влияния в Афганистане, Азии и Латинской Америке. Ведется информационная и идеологическая война. Сверхидея США – повысить привлекательность западного образа жизни. По одной из версий, именно тогда кто-то в руководстве ЦРУ вспомнил о перспективном фокуснике Копперфильди. И иллюзионисту сделали предложение, от которого он не смог отказаться. На одном из представлений к Дэвиду подошел незнакомец и сделал предложение, о котором начинающий маг мог только мечтать. Так в 1978 году на канале ABC появилось новое шоу «Магия», а молодой волшебник Давид Коткин превратился в Дэвида Копперфилда. Давид Коткин, не самый лучший иллюзионист, был приглашен в проект, который назывался «Копперфильд». «Копперфильд». Это снимались документальные фильмы и телефильмы, шоу-спектакли для телевидения. И его пригласили как человека, который умеет немножко показывать трюки. А как зовут парня в очках? Харви. Харви. Может быть, Харлей? С этого момента карьера молодого волшебника резко устремилась вверх. Как утверждают историки спецслужб, опять же не без помощи ЦРУ. Копперфилда настиг грандиозный успех. И он отправился в мировое турне. Оборудование весом больше 100 тонн для шоу Дэвид Копперфильд возил с собой на гастроли по всему миру. Но никто и никогда почему-то не досматривал огромные трейлеры. Границу любого государства они всегда пересекали по спецпропускам. Возить и вывозить бесконтрольно любой багаж. Вряд ли кто-то мог упустить такую уникальную возможность, утверждают историки спецслужб. Если человек сотрудничает, то естественно спецслужбы какой-то страны в любом случае пытаются как-то продвинуть. Прежде всего для своих целей. Так для чего Копперфилд понадобился американской разведке? И что за услуги оказывал великий волшебник в обмен на грандиозный успех, мировую славу и баснословный заработок? Видели его полет и все понимали, что это что-то, это чудо. Трансляции по самым рейтинговым телеканалам мира. Гастроли, запланированные на несколько лет вперед. 21 премия Эмми в области шоу-бизнеса. Больше 500 выступлений в год. 11 трюков вошли в Книгу рекордов Гиннеса. В 2000 году журнал «Форбс» поставил Копперфилда на шестое место в списке самых богатых людей в мировом шоу-бизнесе. Надо ли говорить, что он стал самым известным и самым богатым фокусником за всю историю искусства иллюзий? Делать такое представление без какой-то сторонней поддержки вообще невозможно. Оно стоит миллионы долларов. И, конечно, были какие-то спонсоры, которые вкладывали эти деньги. Могущественные покровители из ЦРУ. Чем же Дэвид Коткин заслужил их особое расположение? Своим талантом? Креативностью? Изобретательностью? Неужели этого достаточно, чтобы заставить весь мир поверить в то, что человек творит чудеса? Почему же тогда у других, не менее способных фокусников, это не получилось? Иллюзионисты братья Сафроновы признаются, в детстве они были так потрясены искусством Дэвида Копперфильда, что решили пойти по его стопам. В 83-м году он сделал исчезновение статуи Свободы. Мы очень хотели сделать тоже что-то подобное, заставить исчезнуть какой-то огромный объект. Спустя 28 лет братья Сафроновы осуществили свою мечту. Заставили исчезнуть 100-метровый монумент Родина-Мать в Киеве. Опускай! Давай! Давай! Несмотря на то, что шоу Сафроновых было сложнее, его оценили только на Украине. Секрет феноменального успеха Копперфилда волновал многих. Фокуснику приписывали гипнотические способности и даже обвиняли в связях с потусторонними силами. Но никому и в голову тогда не могло прийти, что связи эти куда более приземленные. Вот эта категория лиц, которые иллюзионисты, талантливые, на них обращают внимание спецслужбы. Почему? Вот именно из-за ихнего таланта. Когда надо что-то сделать, допустим, необъяснимое, иногда спецслужбы это любят. Я здесь не удивлюсь, что он, как безупречно талантливый человек, мог бы быть использован в качестве определенных целей для спецслужб. Историки спецслужб рассказывают, что в молодого фокусника ЦРУ не только вкладывало огромные деньги. В шоу Копперфильда внедрялись самые последние научно-технические разработки. Иллюзионный жанр используют космические технологии, лазерные, военные, проекционные, любые, вообще из любой области нашей жизни. В начале двухтысячных сразу несколько нью-йоркских газет выдвинули версию о том, что на своих шоу Дэвид Копперфильд отрабатывал методики массового гипноза и внушения. А новейшие технологии по созданию оптической иллюзии тоже опробовали и испытывали на тысячах поклонников искусства великого мага. Это удачно использование капитала и, наверное, да, наверное, какие-то его психологические способности общаться с людьми, договариваться. Человек очень пластичный, общительный, который может производить, я бы сказал, влияние на многих людей. Сегодня, спустя несколько десятков лет, о существовании великого мага и волшебника Дэвида Копперфильда напоминают видеоролики в интернете, разоблачающие его чудеса. Никаких гастролей и новых поражающих воображение шоу. Неужели знаменитый иллюзионист исчерпал себя? А что, если он вынужден был уйти из шоу-бизнеса на самом пике своей карьеры? Но почему? Первый обман раскрылся еще на самом пике головокружительной карьеры Копперфильда. Говорят, над его имиджем трудились ведущие аналитики американской разведки. Продумывали все, вплоть до любовных романов. Но и эту информацию не смогли сохранить навсегда под грифом «совершенно секретно». В конце 90-х достоянием журналистов стал контракт между Копперфильдом и топ-моделью Клаудией Шифер. Обязанности сторон – помочь друг другу прославиться. Самый красивый и нашумевший роман тоже оказался мифом. Все это какие-то, может быть, рекламные ходы, которые позволяют увеличить сборы, повысить интерес к артисту. Рекламный ход, если он удачный, если он привлекает много зрителей, то что же в этом плохого? Пусть даже там и неправда будет. Последнее яркое упоминание Дэвида Копперфильда в СМИ было в 2007 году. Бывшая мисс Вашингтон Лэйси Кэррол обвинила Копперфильда в изнасиловании. Уголовное дело в итоге рассыпалось. Но с тех пор, как утверждают американские журналисты, шоумен больше не высовывается. Дэвид Копперфильд, несмотря на то, что является манипулятором, он нормальный человек. Наверное, так же и обижается, и переживает, и имеет комплекс обиды, и имеет совесть и честь. Впрочем, существует и другая версия забвения Копперфильда. В эпоху нанотехнологии и 3D-фильмов он просто стал никому не нужен. А как только мы понимаем это, знаем почему, ну как бы фокус исчезает, он разоблачается. Вот как исчезают вещи. Вот берем на свой платок, да, к примеру. Вот я его аккуратненько засовываю в кулак, да. Смотрите внимательно. Вот. Хоп, и его нет. А потом раз, он и опять появляется. И все-таки не исключено, что искушенный последними технологиями зритель поторопился списывать со счетов Дэвида Копперфильда. Стало известно, что уединившись на своем острове, он строит город иллюзий. Это не новое шоу с уникальными трюками. Здесь не будет зрителей. Это ролевая игра по мотивам романов о Джеймсе Бонзе, в которой гости острова смогут сами стать волшебниками и снова погрузиться в настоящий мир иллюзий. Тот, который предложит великий маг Копперфильд. Копперфильд возвращается. Возможно. И, судя по всему, готовится снова покорить всех своими удивительными трюками. Вот только теперь эти технологии надежно защищены на его личном острове. Открытым остается вопрос. Продолжает ли Копперфильд сотрудничать с ЦРУ? Если да, то у спецслужб может появиться новый совершенный полигон для испытания методов воздействия на массовое сознание.